Мы говорили о желании и стремлении, и от этого зависит все наше развитие и продвижение, и затем развитие всех 99%. Желание, которое мы должны создать в группе, один по отношению к другому, это мы должны расти или чувствовать, есть желание, нет желания, есть желание, нет желания. Мы видим из всех действий в нашей жизни, что происходит только желание получать весь материал, это желание получать, и нет чего-то, чтобы находилось в покое, чтобы было бездвижным. Это не существует. Если ты останавливаешь материал, он исчезает. Посмотри, в атомах, во всем. Весь материал, он находится в движении. Если ты видишь, что что-то не двигается, но внутри него его существование происходит только в движении. То есть нет чего-то, чтобы не изменялось. Изменение — это называется выражение хиссарона, то есть желание. В этом состоянии мне не очень хорошо, в том состоянии мне будет лучше. То есть я успокаиваю себя. Я говорю о всех формах материи. Неживое, растительное, животное. То есть сама сила. Это движение исходит из потребностей достижения чего-то лучшего, чем нынешнее состояние. Когда ты говоришь, может быть изменение только к лучшему, такого нет. Потому что это сочетание двух противоположных сил — желание получать и желание отдавать. Творца и творение. И они всё время находятся в такой смене. Кто кого. И всегда движение идёт на двух ногах. И смена состояний. И не может быть, чтобы смена состояний не ощущалась в нас как более лучшее, и лучшее, и худшее. И худшее — это не то, что худшее. Это не то, что ты возвращаешься к плохому состоянию, которое было прежде, а тебе добавляют большее осознание зла. Продвижение в духовном — оно качественное, а не количественное. То есть то, что вчера я ощущал как зло, а потом исправил своё состояние, сегодня я ощущаю это зло ещё сильнее. Ты чувствуешь его сильнее, ты чувствуешь его более внутренним, ты чувствуешь его в связи с его основами, с его связи с другими источниками. То есть ты чувствуешь его глубже. Что это значит? Ты чувствуешь его в большем желании получать. И сейчас, если ты исправишь его, ты поднимешься на большую высоту. У тебя получается левая линия выше, правая выше, левая выше, правая выше. Так ты поднимаешься. И не может быть иначе. Без желания, без хессарона, ты не чувствуешь свет, и свет светит и наполняет тебе желание, так как ты не можешь рассказать большего хессарона. Так всегда — это подъёмы и падения. Наша проблема в том, что мы думаем о падениях, что они не подъёмы, а они являются подъёмами, только желание получать. Его готовят тебе для того, чтобы ты его исправил. Я сейчас голоден. Скоро я приду, и там стол, и я съем свой завтрак, салат, яйца, творог, йогурт. О, я наполнился, потом я пойду, погуляю, несколько километров пройду. После этой прогулки я снова голодный. И вдруг я снова прихожу к столу, и там уже обед. Я наполнил себя, и потом снова я иду и прихожу к ужину. То есть каждый раз я должен опустошить себя. В духовном мы не возвращаемся, как животные. Мы не ходим по одной плоскости, но мой хессарон, он должен каждый раз увеличиваться. Но мне уже готовят наполнение. Но снова я повторяю, придет время, высший свет подействует, и вы начнете чувствовать, что эти падения, они сладкие. Сладкие. Как будто бы ты видишь там, через два километра от себя я вижу стол, я уже, как будто бы сейчас уже чувствую все эти ароматы. Буквально так. И ты радуешься, и ты будешь еще испытывать больше голод и аппетит, и больше придешь подготовленным. Так ты будешь ощущать падение, исходя из того, что окружающий свет будет действовать на тебя снаружи, и осветит он тебе, что смотри, какой подъем находится за этим падением. Но когда это будет, когда ты уже, еще даже немножко до этого, когда ты находишься уже в парцуфим, в тот момент, когда у тебя есть нынешний парцуф, ты уже начинаешь ощущать окружающие света следующего парцуфа. И тогда какие падения? Это предощущение, ощущение, предшествующее наполнение. Вот такое будет падение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова